Итоги очередного сельскохозяйственного сезона подвели в Искитимском районе. На торжественном собрании чествовали лучших работников отрасли – полеводов, животноводов, птицеводов. Полевой сезон 2018 года выдался наисложнейшим. Холодная затяжная весна сдвинула сроки сева. Был введён режим чрезвычайной ситуации. Зерно поздно созревало, уборочная компания сдвигалась на рискованно поздние сроки. Однако весь урожай неплохого качества полеводы успели убрать вовремя. Район справился со всем, несмотря ни на что. Мы получили очень хороший урожай. 112 тысяч тонн мы заложили из окрома. Радостно то, что получили более 19 тысяч тонн рапса, той культуры, которой мы не так давно начали заниматься. И сегодня вся надежда, конечно, на хорошую стабильную цену, на то, что произвели. Продать урожай, рассчитаться с долгами, развивать хозяйство дальше – вот основные заботы агрария в сегодня. И без поддержки государства селядам не обойтись. Председатель Заксобрания области Андрей Шемкиев считает, что подходит время практически с нуля написать новый закон о поддержке сельского хозяйства. Задача стоит, как сохранить деревню, как сохранить территорию, а, соответственно, те небольшие сельхозпредприятия, которые там существуют. И вот эта задача, я считаю, номер один для нашего аграрного комитета, для правительства, для исполнительной власти. Сегодня в зале главные герои – трактористы, механизаторы, скотники, доярки, те, чьими руками создается продовольственный запас страны. Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждают Надежду Збитневу, оператора машинного доения агрофирмы Лебедевская. Надежда Михайловна уже на пенсии, она продолжает трудиться. Втроем они обслуживают 1200 голов дойного стада. И навык нужен, и привычка нужна, как бы все равно. Очень действительно, кто молодые приходят, бывает даже и не справляются. У нас просто уже в крови, либо закалка уже такая, то что я столько лет работаю в животноводстве. За достижение высоких производственных показателей при уборке урожая первого классного места удостоен коллектив акционерного общества «Поливод». Заречная стала вторым. Птицефабрика «Евсинская» заняла третье место. В целом, сельское хозяйство района динамично развивается, есть хорошие перспективы. Идут реконструкции животноводческих помещений, вводятся новые зерно-сушильные комплексы, ведется строительство крупнейшей утиной птицефабрики. На аграрной карте региона Искитимский район занимает достойное место.